здравствуйте уважаемые друзья хочу предложить вашему вниманию очередную приманку но не вот такую как этот жук или же вот такая тоже жук а мы изготовим майского жука я обычно стараюсь изготавливать приманки так чтобы они были значительно попроще уловистость их от этого не страдала но учитывая то что попросили меня изготовить конкретную такую приманку я хочу предложить вам чтобы вы тоже посмотрели давайте приступим майского жука мы будем изготавливать из оленево меха меха косули что у вас будет в наличии я взял несколько удлиненный стримерный крючок номер 8 стандартный стримерный крючок и давайте приступим нить желательно использовать чтобы было достаточно крепко чтобы не рвалась и не перерезала наш мех я делаю следующее в районе крепления моего первого элемента из меха я изготовлю вот такой своего рода упорный шарик чтобы у меня дальше мех мой не проходил и промажу немножечко клеем вот так и теперь мы берем обыкновенный вот мех косули чем он будет короче тем для нас будет лучше потому что мы все равно меньше нам придется отрезать крючок вы уже подберете по своей величине как для вас будет удобно убираем подшерсток чтобы не мешал и как обычно укладываем на место крепления подкрутим нашу немножечко нить 1 2 нету их оборота и начинаем прокручивать наш мех закрепили подтрамбовали вывели нить вперед и так друзья чтобы не забирать в дальнейшем ваше время мы должны набрать две третьих цевья мы сделали с вами вот такую наборочку меха хорошо уплотняли трамбовали это уже всем понятно и оставили совсем немножко для формирования нашей грудки и головы теперь нам остается сделать завершающий узел и подстричь придать форму нашего меха форму задней части где крылышки и брюшка нашего насекомого майского жука подстригли придали вот такую форму нашему будущему жуку я вырезал кусочек пенки приблизительно 35 миллиметров также обрезал ее по форме нашего тела приклеил на ось крючка и приклеил к меху снизу чтобы сильно не забивать голову как закрепить взял обыкновенный скальпель подрезал пеночку я установил отходы пера обычно когда начинаешь до конца дорабатывать наши наборы перьев вот таких павлина остается масса обломанных поломанных или же в процессе работы я не выбрасываю вот как у меня тоже остаются вот такие кусочки я из вот таких остатков изготовил ножки для дальнейшего изготовления нашего жука нам понадобится немножечко даббинга блестящего и понадобится такой экзотический немножечко материал как пластик рафия если у вас по каким-либо причинам я уже показывал вот такой материал если у вас его нет можно заменить все полиэтиленом что мы делаем для того чтобы сверху покрыть чехольчиком есть разобрал нашу пленочку вот по вот такой вот форме до конца здесь ее не распускаю и теперь для того чтобы мне окончательно мы могли вот так накрыть хорошо и потом за закрепить затянуть наше перышко поэтому я вначале закрепил пенку для того чтобы мы могли хорошо красиво подогнуть и перейти к изготовлению груди давайте закрепим теперь нашу пленочку учитывая то что все равно крылышки у нашего жука остаются не до конца сложенными поэтому мы когда будем отрезать все равно у нас вот этот кусочек пленочки будет служить как бы остатками тех крылышек которые не слой не смогли сложиться добавим немножечко клея пока не отрезаем до тех пор пока не прихватится наша пленочка для сегментации крылышек я буду использовать обыкновенную ну вот такую коричневого цвета леску где-то может быть 0 12 0 15 для того чтобы много ее не наматывать и хорошо закрепить я беру вот так вот край слегка расплющиваю или же даже можно зажигалкой сделать шарик и в этом месте где мы закрепили нашу рафию крепим нашу леску если цвет по какой-либо причине нам не подходит это не страшно можно потом будет подкрасить и теперь мы уже можем перевернуть аккуратно не нарушая форму нашей рафии возьмем немножко можно обыкновенного можно блестящего добина я буду использовать обыкновенный вот такого серого цвета добин и там где у нас будут начинаться крылышки вернее заканчиваться мы до конца сформируем тело нашим добином чем тут и и и и и и и Вот приблизительно столько нам будет достаточно. Сделаем здесь завершающий узел и нашу нитку переведем теперь к грудке. Самое основное это то, что мы можем спокойно с вами подтрамбовать мех оленя при укладывании нашей пленочки. Поэтому мы с вами аккуратно потратим немножко времени, ровно столько для того, чтобы сделать симпатичные наши сверху крылышки. Я закрепил сверху рафию, натянул леску, дабы разделить сегменты наших крылышек. Теперь для того, чтобы изготовить нам голову, я изготовил вот такой кусочек треугольничек, вырезал из пенки. В чем смысл? Мы должны с вами потом вот так вот перевернуть и одеть сверху вот так вот этот треугольничек, дабы он закрыл у меня голову и грудь. Поэтому мы сейчас методом переворачивания крепим здесь у колечка. Необходимо хорошо вымерять так, чтобы длина у нас потом подрезать, конечно, можно, но чтобы не было лишнего. Вот эти остатки пенки я не удаляю, а слегка вот так их придавливаю к цевью. Учитывая то, что у нас бывает разных оттеночков наши майские жуки, грудь я имею ввиду, я буду изготавливать все в сером цвете. Поэтому опять возьму свой серый даббинг, обыкновенный, не блестящий, и сформируем у нас теперь окончательно грудь. Необходимое количество вы уже смотрите сами по своей конструкции. Даббинг потом в дальнейшем нам немножечко надо будет распушить и потом лишнее подрежем. Добавляем до тех пор, пока у нас не сформируется хорошая пышная наша грудь. Намотали необходимое количество даббинга, и теперь, как вы видите, вот у нас вышла вот такая конструкция. Нам необходимо приклеить и закрепить часть, в которой у нас грудки будут и головы. Для крепления я использую вот такой метод. Беру, промазываю нашу рафию и мех вместе стыковки. Совсем-совсем немного. Промазываю пенку. И беру теперь вот так, наклоняю, стараясь так, чтобы обхватило все тело. Чтобы не сидеть долго и не ждать, пока она у меня приклеится, можно использовать прищепку такую, любую, какую вы захотите. После того, как наш чехольчик, этот грудки, прихватился, я перевел нить вместо стыковки. И несколько раз промотал, пройдя аккуратно. Теперь мы с вами добавим здесь клея, чтобы более качественно на нить. и на место крепления. Пока наш клей будет подсыхать, мы с вами изготовим теперь голову. Голова у нашего жука не сильно выдающаяся, но в то же время ее нам обозначить надо. Хорошо продавливаем, сильно не усердствуем. Стараемся так, чтобы была она у нас аккуратненькая и ровненькая. Вот так. И пока я еще здесь ничего не подкрашиваю, не крашу, не делаю, лапки не выправляю, я взял два перышка обыкновенного куропатка-перепелка и изготовил вот такие две кисточки с перьев. Обычно самка-самец отличается этими усиками, но мы сильно не будем в энтомологию ударяться. Поэтому давайте мы с вами закрепим с одной стороны, прихватим один ус, сильно не подтягиваем, и второй. Посмотрели, подровняли их по длине, вот приблизительно так. Можно изготовить глазки, но, скажу вам откровенно, на уловистость это не влияет. Хотя, очень симпатичный жучок с очень выразительными глазами. Закрепим теперь наше перышко, сделаем завершающий узел, я подровняю лапки и подкрашу его. Вот, друзья мои, я подкрасил немножечко коричневым фломастером спинку, подкрасил черным лаком голову и грудь, слегка распушил, распушил на брюшке и у окончания наших крылышек, где зад. И подкрасил слегка наши усики. Как вы видите, мушка с большой заморочкой, поэтому я стараюсь изготавливать вот обыкновенные, вот такие вот, из пенки, которые ловят не хуже. Ну, просьба друга, для меня закон. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!